Всем привет! Дюна наконец-то вышла в кино. Я не верю, что я это говорю, я неимоверно рад, что наконец-то это произошло и мы с вами дождались. В этот раз заранее на пресс-показ сходили я и Макар, Петра с нами не было, но уже через недельку вы сможете послушать его мнение подробно и на что же со спойлерами в нашем подкасте. Вот тут всплыли ссылочки, поэтому подписывайтесь, вон там тоже подсказочка. Также, возможно, мы вызовем на этот подкаст кого-то из киноблогеров, не знаю, следите за обновлениями. Я напоминаю, что теперь перед походом в кино мы записываем свои ожидания от фильма и давайте посмотрим, что мы с Макаром ждали. Вот я чуть заспанный, сейчас мы как раз идем на Дюну, сейчас буду встречаться с Макаром в кинотеатре. Какие у меня вообще ожидания? Ну, это Дюна, это Вильнёв, я прям очень жду, я надеюсь, что я кайфану на 10 из 10, как от бегущего поля из 2049. Да и в целом, что, не знаю, это такое событие, которое вот немного таких фильмов год и Дюна, я надеюсь, станет именно тем фильмом, который я просто буду пересматривать потом много раз. И у меня, не знаю, челюсть вниз упадет. Надеюсь, в кинотеатре никто от этого не пострадает. Рассчитываю на то, что будет отличный визуал, красивая картинка, хороший звук. Эпик, эпик. Я ожидаю эпик, но я вот не уверен, я вот не уверен, я не уверен в Тимоте Шеломе, но я думаю... Ну, во всяком случае, по трейлеру я не понял, что пока думать о его актерской игре в этом фильме. Но я надеюсь, что он меня удивит. Вот, я всегда надеюсь на лучшее. Ну, вы поняли, двумя словами, мы очень ждали это кино. И сразу скажу, что я ждал красивый космический фильм, и я его получил. Но перед тем, как мы начнем, давайте поговорим про кое-что еще космическое. А именно про новую карту Тинькофф, у которой, в буквальном смысле, космический дизайн. Ну, и помимо того, что она просто красивая, она еще и даст вам кэшбэк до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. До 15% кэшбэка на три выбранные категории трат. 1% с любых покупок по карте. И до 6% годовых на счет. То есть, чем больше вы будете тратить, тем больше зарабатывать кэшбэка. И не баллами, а настоящими рублями. К тому же, у Тинькофф очень удобно, что не нужно париться над поиском банкомата. Наличные можно снять вообще в любом банкомате мира. Также доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. А при оформлении карты по нашей ссылке в описании можно еще и получить дополнительный 10% кэшбэка на все покупки в первый месяц. Торопитесь, таких карт ограниченное количество. По сюжету, семья Атрейдесов вынуждена стать вассалами песчаной планеты, которая богата своими ресурсами. Но прошлые вассалы так просто не хотят расставаться с богатствами и готовы на все, чтобы их вернуть. В общем, максимально так издалека зашли к сюжету, чтобы особо много не спойлерить. Но самое главное, что тут на самом деле в центре внимания опять-таки будет история про избранного, про Пола. Это вот сын, соответственно, семейства Атрейдесов. Что у него такие способности, которые делают его избранным. Все думают, ооо, вот он и избранный, или он слишком молод, и так далее. Вокруг этого строится сюжет, и знаете что? Я люблю такие сюжеты про избранных. Мне нравится Гарри Поттер, вот опять-таки, очень много сюжетов на этом построено. И тут, ну, да, местами банально, но я, черт возьми, такое люблю. Но вот это все стандартно, какие-то клише накладываются на совершенно новую интересную вселенную. Вот вам показывают обитатели фрименов. Потом черви вот эти здоровенные, пустынная планета, там какое-то волшебство, не знаю, ведьмы там какие-то. Появляется клановая борьба, опять-таки, вот это вроде стандартно, а вроде там вот этот вот злодей начинает летать, там еще что-то делать. И от этого какая-то реально вот совершенно волшебная вселенная, она тебя окутывает, и ты думаешь, блин, ну ведь прикольно. Сюжет не то, чтобы может как-то сильно удивить неожиданностью поворотов или невиданными хитросплетениями, но он работает, и работает отлично. Мне кажется, все дело в многоуровневости и в знакомой, но эффективной формуле. Есть несколько фракций. У каждой фракции свои интересы, интересы перерастают в конфликты, а конфликты создают напряжение в кадре и придают насыщенности истории. А по итогу фракции сторон конфликта в фильме приличны, и поэтому история приобретает эпический размах. Но не ставлю максимальный балл, потому что почти всегда с уверенностью можно сказать, что произойдет в следующей сцене. Но проблема в том, что этот фильм только зарождает эту вселенную. Он готовит фундамент для следующего. Ну, может быть, там потом еще что-то выйдет. Но вот первая книга поделена на две части, и по сути вот этот Дюна, как сказал Вильнёв, часть первая. И нам вот приоткрывают все эти двери везде по чуть-чуть, и ты думаешь, вот это прикольно, вот это прикольно. Но потом ты не получаешь никаких ответов, вообще никаких. Что фильм вот оставит вас с кучей вопросов, вам будет очень интересно, но ни на что он не ответит. Вот почти вообще. Поэтому я был бы очень осторожен на вашем месте. Кого-то это может выбесить. В главных героях мы с Макаром спорили. Относительно сюда только Тимоти Шеломе, либо еще можно персонажей Ребекки Фергюсон. Все-таки решили их обоих, потому что там Ребекки Фергюсон, знаете, как в Шан-Чи. Тоже Аквафина постоянно ходит с главным героем, Ребек Фергюсон тут, ну не прям постоянно, но тоже очень часто ходит с Шеломе, она его мать. И, конечно, Шеломе очень такой, знаете, влюбляющий в себя. Он меланхоличный, он избранный вот этот герой, который тоже проходит какое-то становление. Ему прямо очень сопереживаешь. И переживаешь, и будь я девчонка, я б там прям в зале, конечно, вот когда он вот эти свои волосы там поправляет, вот эти они у него потом вот так... Ох, ребята, Тимоти Шеломе, конечно, хорош, чертянка, о, хорош. Вот за кого я больше всего боялся, это Тимоти Шеломе, и волнение это появилось еще на уровне трейлеров. Просто по тем фильмам, которые я с ним видел, мне показалось, что у актера довольно слабый эмоциональный диапазон, актерский диапазон. И я боялся, что это может, ну, как-то испортить или повлиять плохо на Дюну. И, честно говоря, немножко мои опасения сбылись. Первую половину фильма он ходит с каким-то уставшим, безэмоциональным видом, причем какое бы настроение не было в сцене. Я не знаю, как по книге, может быть, оно так и должно быть, но мне, как зрителю фильма, непонятно, почему он так себя ведет и так реагирует на вещи. И при этом его окружают актеры, мастодонты современного кинематографа, и все они его с легкостью переигрывают. Но, правда, опять-таки мы с Макаром суждали, и вот он говорит, что Тимоти Шеломе чуть-чуть теряется на фоне других, более статусных звезд. И да, наверное, это все-таки происходит, что местами он все-таки, его чуть-чуть вот эти вот глыбы, когда он рядом с ними, они на себя внимание оттягивают. Ну, ладно, ну это такое, ну, чуть-чуть баллов снизил. Вот что мне показалось странным, герой Тимоти Шеломе в фильме показывает недюжинные боевые навыки, сбивает с ног здоровенных мужиков, управляется с мечами, прыгает, скачет какие-то вертухи, сальтухи делает, но при этом внешне он выглядит так, как будто вообще никогда спортом не занимался и не готовился. Ну, покормили бы его хоть к съемкам, е-мое. Но, благо, к середине фильма он растворяется в истории или, может быть, больше вживается в роли, я уже перестал на это все обращать внимание. Ребекка Фергюсон тут не такая красивая, как в других фильмах, где она играет. Тут специально, вот именно специально сделали, что не стали там ее красить красиво и так далее, что ее акцентируют в первую очередь на том, что она любящая мать. Еще она там ведьма суперсильная и все такое, но вот любящая мать, это самое главное, что для нее в этом фильме. И эту функцию она исполняет очень хорошо, на все 100%, ты, ну, ей веришь. Есть ощущение, что она стала некой такой штатной колдуньей Warner Brothers, потому что мы ее уже видели в этом амплуа в фильме Доктор Сон. Сколько уже прошло? Два года? Два года назад. Ее персонаж постоянно переживает бурю эмоций, в ней ведется какая-то внутренняя борьба, и при этом в ней множество тайн, и фильм все эти тайны не раскрывает, поэтому за ней интересно следить до самого конца. На второстепенных ролях тут просто обилие звезд, я не знаю, что они сделали, душу дьяволу продали при бюджете фильма, но он не самый большой, как они вот все это уместили, еще и сняли, так хорошо, но мы попозже поговорим, как вот за такой бюджет они так хорошо сняли. Ну давайте вот сейчас прям будем перечислять всех второстепенных героев, тут звезда, 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 поехали! Оскар Айзек, опять-таки, любящий отец, справедливый правитель, очень приятный персонаж. Джейсон Мамоа, ну, просто душевный здоровяк, реально, вот тут, кстати, он без бороды, вот это все, необычно на него смотреть, но это реально, очень душевно, как всегда. Потом Джош Бролин, вот он, ну, стандартный Джош Бролин, такой, мало говорит, и что такое? Оскар Айзек в роли главы семейства Атрейдоса, просто очень приятный, что здесь, что в Звездных Войнах, что внутри Льюина Дэвиса, ему просто очень идет играть душевных персонажей. Классно было увидеть Джейсона Мамоа в большом серьезном кино, и он тоже крадет все симпатии. Джош Бролин в роли серьезного наставника, главного героя, мне кажется, он здесь тоже в рамках своего амплуа. Но больше всего я в восторге от образа Стелана Скарсгарда, господи, козлина, ух, прям неприятный персонаж, ну, и это очень круто, потому что, ну, опять-таки, он тут злодей. Со злодейской стороной тоже все в порядке, Стелану Скарсгарду не впервой играть злодеев, а здесь он еще каких-то колоссальных размеров, в жутком гриме, в жутком костюме и летает. Это, мне кажется, стоит отдать должное всей команде, которая работала над его сценами, потому что антураж в них такой, благодаря свету, благодаря костюмам, декорациям, операторской работе, что, по сути, его персонажу можно ничего не делать в этих сценах, а зритель все равно будет понимать, что он затеял что-то недоброе. И еще тут есть Зиндея, и пусть вас не обманывают промо-материал, все-таки, что она там на пресс-туры ездит, потом на каждом постере она и так далее, во всех червях, что Зиндея играет в этом фильме, Зиндея играет. Я знал, что ее тут будет мало, что мы читали новости, я такой, ах, ну, скорее всего, у нее тут будет 5 минут, и знаете что? Действительно, 5 минут, много не ожидайте. А что касается Зиндеи, тут я, наверное, я не знаю, я был обманут, или я стал жертвой самообман, или я плохо следил за новостями, но ее в фильме крайне мало, она наполняет ленту красивыми кадрами, но ее сюжетная нагрузка, я бы сказал, не очень большая. Дэйв Батиста, знаете, вот у меня опять вот образ Дракса был в голове весь фильм, потому что он тут здоровяк, тоже такой, ну, не то чтобы очень умный, такой, дядя, что нам делать? Но только кеки не мочил, в основном, поэтому вот в этом отличие. Еще тут есть, конечно же, Хавьер Бардем, и знаете что? Я его даже не узнал. И вы, возможно, тоже, когда выйдете с Дюны, даже не будете знать, что тут Бардем играл, вот он, вот он, просто что он постоянно ходит вот в этой повязке, плюс у нее тут борода, можно не узнать. Поэтому, ребята, узнавайте, это Хавьер Бардем. На злодейской стороне играет и Дэйв Батиста, правда, про его персонажа особо ничего не скажешь, потому что у него хронометража даже меньше, чем в Бегущем по лезвию. Ну, хочется верить, что продолжение его раскроет получше, и скрещиваем пальцы, чтобы продолжение состоялось. Зиндея провела всего 4 съемочных дня на площадке. Вильнев в первом фильме сосредоточился на других персонажах, но если фильм хорошо покажет себя в прокате, и сиквелу дадут зеленый свет, то он обещал уделить персонажу Зиндея намного больше внимания в продолжении. На грим Стеллана Скартграда ежедневно уходило 8 часов. Поначалу он должен был ходить в костюме в стиле комиксов Марвел, да еще с оружием, но актер настоял, что его персонаж будет лишь страшнее, если перед зрителями он пристанет лишь в шелковом одеянии. Это вторая попытка перенести роман цикла Дюна на большие экраны. В 1984 году это уже делал Дэвид Линч, но его проект провалился в прокате. За культовое произведение не раз брались различные студии, но частенько бесконечный предпродакшн приводил к тому, что продюсеры приходили к выводу, что эта затея нерентабельна. Тимоти Шеламе признался, что в начале своей карьеры пробовался фильм Вильнева «Пленницы», но на тот момент он был недостаточно хороший, его не взяли. Денис Вильнев смотрел экранизацию Линча, но решил, что не станет оттуда ничего брать, и руководствовался своими впечатлениями от книги, фанатом которой он является с самого детства. Вот да, вот да, я даже не могу вспомнить, когда в последний раз я видел кино настолько масштабное, грандиозное и эффектное. Глаза просто тонут в картинке. Я теперь понимаю, почему Денис Вильнев настаивал на том, что это нужно было увидеть в кинотеатре. Причем я даже не то чтобы имею в виду экшен. Очень многие сцены первой половины фильма, где космические корабли зависают над планетами, или летательные аппараты пролетают над планетой, Аракис, это все завораживает. Визуал, и тут мы возвращаемся, что у фильма бюджет всего 165 миллионов долларов. Я говорю всего, потому что, ребята, они создали новую планету, вот это вот пески, все это, там костюмы просто офигенские костюмы, реально. Потом, вы видели вот этих звезд, мы все обсудили, знаете, какая у них зарплата? Все хотят денег, они тоже хотят денег, в общем, на зарплаты много ушло. И они в 165 миллионов долларов больше двух часов вот это все наснимали, и это выглядит офигительно, намного дороже вот этих 165 миллионов. Если честно, за последние два года я ничего масштабнее не видел. Поэтому, если на это не идти в кино, то вообще на что идти? Дюну обязательно. Вот я прямо крайне рекомендую именно в кинотеатре посмотреть. Во-первых, потому что, напоминаю, если сборы будут хорошими, вторую часть мы видим, сборы будут плохими, ну там, не знаю, Вильневу придется умолять Ворнеров, я не знаю, что ему еще делать, потому что, ну, тут, очевидно, если он оставит его в таком виде, я буду плакать просто, ребята, извините. Поэтому давайте заносим деньги, это нужно смотреть в кинотеатре. Был момент, где летательный аппарат героев пролетает над городом, в который они приехали, так сказать, править, и в этой сцене камера поворачивается вокруг оси, а у меня ощущение, что как будто кинотеатр поворачивается вокруг оси, у меня ноги просто вжимаются в пол. Настолько это сильные впечатления и сильная операторская работа. Очень здорово, что режиссер и оператор нам постоянно показывают масштабы, то есть какое-то сравнение размеров в кадре, то есть нам показывают маленьких людей на фоне огромных этих червей или монументальных космических летательных аппаратов, и ты всегда понимаешь размах того, что происходит на экране. Ну, возвращаясь к впечатлениям от визуала, еще отмечу, что тут очень крутой визуал, который, ну, идеально подходит пустыне, что он такой вот желтенький, с желто-оранжевыми местами. Что касается атмосферы, то очень круто то, что кино тебе сразу дает понять тем, как оно сделано и тем, как развивается сюжет, что ты смотришь большую историю, большое кино, которое дальше будет только нарастать в масштабах. Да, как и во многих лентах Вильнёва, очень много времени отдается показу обстановки, пейзажей, локаций, но это абсолютно не скучно, потому что сделано грандиозно. Проект обстоятельно подходит к тому, чтобы погрузить зрителя на все 100. Он никуда не спешит, и да, сразу скажем, что неизбежное сравнение с предыдущей работой Вильнёва, «Бегущий полезет в 2049». Там тоже вот эти длинные планы были, очень красиво, но длинные планы, так медленно. Тут это все есть, наверное, чуть все-таки быстрее, вот не будет прям таких очень длинных. Но фильм не спешит. И это серьезное кино, конечно, будет пару шуток пробросом, но в целом это не Марвел, вы туда не посмеяться идете. Самое запоминающееся из этого фильма, что каждую его минуту я чувствовал размах. Время от времени нам показывают неких странных существ или необычную технику, пугающие ритуалы, предназначение которых не раскрывается. Местами атмосфера как будто очень сильно апеллирует к безумному Максу. Песчаные бури, лысые бледные злодеи, погони, ну и комбинация съемок на натуре и спецэффектам. Я говорю, что неторопливое кино тебя обстоятельно погружает, но когда дело доходит до экшена, у меня там реально, ну прям, я трясся от того, насколько это напряженно. Вот, особенно это в Максе очень круто выглядит, не знаю, там, как в обычном кинотеатре. Ну, в Максе, вот я смотрю, такой... Что же, саундтрек написал Ханс Циммер, и давайте послушаем. Так, ну это для затравочки, а теперь вот это. И шлифанемы это все, вот эти. И что я могу сказать? Только то, что очень круто, 10 из 10, Циммер большой молодец, мне как всегда понравилась его работа, буду слушать, переслушивать. Что касается саундтрека, тут я не самый большой спец, то есть я обычно, когда смотрю фильм, я не слежу за музыкой, или, во всяком случае, не обращаю внимания, то есть если все работает, значит, она правильно работает на меня. И в этом фильме я попытался несколько раз прислушаться, ну, что я могу сказать? Все здорово работает на создание эпика. Ну и вы помните, у нас новая подрубрика, это вопрос от вас, от подписчиков. Перед тем, как мы сходили в кино, мы спросили у вас, что вас вообще интересует, и отобрали три самых интересных вопроса. Было очень много разных, все такое, но все-таки у нас хронометраж не резиновый, не хочу, чтобы получилось, как Шан-Чи, вот это на 30 минут, будем стараться покороче, поэтому в следующий раз вы тоже подписывайтесь на наш инстаграм, может быть, мы возьмем ваш вопрос, но давайте перейдем к первому. Фильм позвали всех самых востребованных актеров, нет ощущения, что это какой-то комик-кон или фан-встреча, может, не хватает новых лиц? Интересный вопрос, у меня в целом не сложилось такого впечатления, потому что, ну, Тимоти Шаламе, на самом деле, это не самый раскрученный персонаж, Ребекка Пергюсон тоже, вот мы о ней говорим только в последнее время, и вот то, что у нас на второстепенных ролях рос обзвезд, мне кажется, это даже круто. Потому что ты всех запоминаешь, и ты думаешь, о, и он тут, и он тут, о, а тут я Хавьера Бардема не узнал, господи! Будет интересно, если книгу не читала, и другие фильмы по Дюне не смотрела. Смотрите, этот человек, я, Макар, кстати, точно такой же, который не смотрели фильм Линча, но, кстати, в подкасте мы к нему посмотрим и обсудим, и мы не читали книги, но мне было очень интересно, как вы поняли, Макару тоже было интересно, но у меня возникло острое ощущение, что нужно почитать книги теперь. Больше похоже на Звездные войны или на Игру престола в космосе? Вот это вопрос, который меня покорил, потому что у меня у самого в голове после сеанса было то, что это похоже на Игру престола, вот с этими дворцовыми интригами, переворотами, с тем, как вот это все раскручивается, и я думал, интересно, это у меня у одного такое ощущение, а получается нет. И да, от Звездных войн далеко. Я бы сказал, к Игре престола в космосе, ну да, наверное, вот к Игре престола ближе. По итогу, несмотря на то, что трейлеры некоторые меня разочаровывали, плюс Тимати Шеломе, но я уже об этом говорил, фильм мне безумно понравился, и я рекомендую смотреть его всем. Это абсолютная редкость, вот что я хочу сказать. Это кино времен, когда выходил, например, в «Пластелин колец», вот несмотря на то, что я говорю иногда, что мне не нравится «Пластелин колец», а я действительно не понимаю это кино, но есть что-то, наверное, от «Братства кольца», вот в «Дюне», в том плане, что это начало истории, где идет расстановка сил, много фракций. Кино все реже такое выходит, или если оно выходит, то там две стороны конфликта, и все гораздо проще, чем мы увидели в «Дюне», поэтому это было, несмотря на то, что сюжет считывается, он не новый, но приятно увидеть такой сюжет на экране сейчас. Рано убежал со съемок, совсем забыл выдать «Дюне» ее заслуженную награду, поэтому в стиле последних лет веду церемонию награждения из дома. «Дюна» получает от меня премию «Золотые песочные часы». Почему «Золотые песочные»? Потому что пустыня, возможно, никогда не выглядела так дорого и роскошно на экране. Во всяком случае, я такого не видел. А почему часы? Ну, потому что время на сеансе пролетело незаметно. Ну что же, я могу сказать, что кино, наконец-таки, возвращается к нам на большие экраны, именно такое большое, масштабное, на которое обязательно нужно идти в кино, а не смотреть дома. И я ставлю «Дюне» 88 баллов. Вы видите, что я многие категории оценил на максимум. И только в сюжете вот это самое большое провисание, потому что, опять-таки, это все большая затравка на сиквел, на хороший сиквел. Ну, я надеюсь, что он будет хорошим. Я надеюсь, что он состоится. Я от себя, кстати, на кинопоиске, ладно, поставлю 10, потому что мне очень понравилось. Я очень жду продолжения. Ох, ребята, Вильнёв опять это сделал. Он покорил меня, покорил Макара, возможно, покорит Петра. И в качестве награды я даю ему золотую купюру. На мой взгляд, про такие фильмы, вот говорят еще, кайфанул на все деньги. И я уверен, что почти каждый из вас вот именно кайфанет на все деньги. Ну и в нашем общем рейтинге Дюна обходит Шан-Чи и занимает первое место. Заслуженно, на мой взгляд. Вот такой получился обзор. Обязательно, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарии. По Шан-Чи мы поняли, вам было не очень интересного. Много положительного фидбэка, но просмотр опять вот где-то там так. Давайте, что вот мы сейчас про Дюну сделали, посмотрим, что все очень ждали. Потом сходим обязательно на Венома, на Бонда и будем подводить итоги, насколько будем дальше это делать, не делать. Пока вот так. Планы есть вот такие. Ждите следующих обзоров. Ну а у нас на этом все. Огненное пока. Субтитры сделал DimaTorzok